Всех приветствую, продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала Всемирная иллюстрация, Санкт-Петербург, 1893 год. Суд в Риме. Художник Бакалович. Бакалович почти с самого начала своей художественной деятельности исключительно разрабатывает так называемый античный жанр – сценой жизни древних греков и Рима. Инициатива русской живописи этого специального жанра принадлежит не Бакаловичу. Первый ввел его в русскую живопись – Семирадский. Но господин Бакалович значительно его усовершенствовал и придал ему такую чарующую оригинальность, такую жизненную правду, что сразу воевал себе большую известность и занял первое место. В картинах Бакаловича, прежде всего, обращает на себя внимание прекрасная техника. Изумительно тонкая и совершенная. Освещение, брамор, вазы, костюмы – все это поразительно по отделке изячества. Кроме того, в его картинах присутствует еще не только изящное искусство, большой художественный вкус, но и поэтическое чувство. Эту сценку из древнегреческой и древнеримской жизни он окружает такой поэзией, что зритель невольно останавливается и начинает переживать и эту давно уже исчезнувшую жизнь. Бакалович подбежит к сравнительно молодому поколению наших художников. Он родился в Варшаве в 1857 году, окончил свое художественное образование в Императорской академии художеств, где в 1882 году получил большую золотую медаль за картину «Патриарх Иаков», получивший известие о смерти Иосифа. После того, он уехал в Алжир, Париж и Рим, где живет постоянно. Прекрасное знакомство с древней художественной археологией, с древностями Рима и Греции урекло его в сторону художественного изображения античной жизни. В своих картинах Бакалович исключительно останавливается на античном жанре, на сценах из обыденной жизни, на семейных картинах и прочей. Одной из лучших картин Бакаловича в отношении можно считать картину «Суд в Риме», обратившую на себя всеобщее внимание на академической выставке в 1888 году. Картина очень небольших размеров, но с большим количеством фигур. Изображает публичное заседание суда в древнем Риме. Судья, типичный римлянин, сидит на возвышенном месте. Позади его находится скульптурное изображение эмблемы Рима – волчицы, кормящие Рома Лаирева. У ног его – стул, у которого стоят адвокаты. Один из них, по-видимому, держит свою защитительную речь, обращаясь к судье. Несколько дальше целая группа женщин и мужчин тоже, по-видимому, пришедших судиться. Дальше за мраборной оградой, идущей вдоль целого ряда колонн, толпится публика, между которой мы видим также и римских воинов, наблюдающих за порядком. Особенно хороши в картины детали. Мазайковый, мраборный пол, мраборные барельефы, треножники и прочее. Излишне указывать на то, что костюмы, все подробности обстановки, утро – все это безукоризненно верно и точно в археологическом отношении. Гораздо важнее и ценнее в картине «Жизненная правда», которая веет из всей картины. Баколович не только талантливый археолог, воспроизводящий все подробности античной жизни, он, кроме того, и талантливый художник, воскрешающий античную жизнь. Благодаря его таланту эта давно умершая жизнь становится нам близкой и понятной. Ну, вот такое описание по журналу 1893 года. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова